Привет, друзья! С вами канал Жизнь Прекрасна! Сегодня мы продолжаем нашу прогулку по нечетной стороне набережной реки Карповки. Дом номер 21 – это собственный доходный дом архитектора Михаила Федоровича Андерсена. Он построен в 1890 году в стиле эклектика. Здание имеет симметричный фасад. В отделке рустованный первый этаж с замковыми камнями. Выносные балкончики оформлены чагунными решетками с узорной ковкой. На месте дома 23 раньше находился деревянный особняк с небольшим двором и деревянными воротами. А нынешний дом построен в 1995 году по проекту архитектурного бюро «Проспект». В настоящее время здесь находится отель. Доходный дом номер 25 принадлежал Козловым. Он построен в начале XX века в стиле модерн по проекту архитектора Николая Павловича Козлова. В этом доме в квартире Марии Сулимовой в течение двух дней скрывался от преследования временного правительства Владимир Ильич Ленин. Далее следует производственный корпус мебельно-столярной фабрики Фридриха Мельцера, торгового дома «Мельцер и компани». Здание было построено в 1857 году по проекту инженера Аникина. Впоследствии оно не раз перестраивалось под руководством архитектора Василия Васильевича Шау и военного инженера Эрнеста Федоровича Мельцера. Основателем торгового дома «Мельцер и компани» был Фридрих Мельцер, талантливый мастер каретного дела. В 1860-х годах он приобрел у Тура мебельное предприятие, которое вскоре стало официальным поставщиком мебели дома Романовых. Во время Первой мировой войны предприятие Мельцера занималось выпуском пропеллеров, аппаратов, телеграфной и телефонной связи. После революции фабрика была закрыта, а в советское время здесь была мебельная фабрика «Интурист». Дом Корликова, построенный в 20-х годах XIX века по проекту архитектора Доминика Адамини, в стиле классицизма утрачен. На территории снесенных корпусов фабрики Мельцера и дома Корликова строится новый жилой комплекс «Мельцер-Холл». По адресу набережной реки Карповки, 31, стоит особняк вдовы генерал-майора Марии Константиновны Покатиловой, построенный в 1909 году по проекту архитектора Мариана Станиславовича Лялевича. Парадный фасад дома выходит на Каменноостровский проспект, а на Карповку выходит его глухая стена. Фасад со стороны проспекта состоит из трех частей – центральной части с лоджией из трех арок на гранитных колоннах и двух боковых с закругленными эркерами. Эркеры украшены фризами, а двор обрамлен оградой с гранитными шарами и металлическими змейками. В настоящее время здесь располагается межрайонный врачебно-физкультурный диспансер. За особняком Покатиловой на месте утраченных зданий бань и снесенного дома Августа Григорьевны Степановой находится самый известный и дорогой долгострой в городе – гостиница «Северная корона». Строительство гостиницы было начато в 1988 году по заказу Госкомтуризма СССР. Это был первый в Санкт-Петербурге проект по строительству с нуля пятизвездочного гостиничного комплекса. В 1990 году строительство гостиницы приостанавливалось, а в 1997 году окончено с 90% результатом. За долгие годы строительства гостиница обросла не только проблемами, но и мифами горожан. Проект отеля в стиле модерн был создан архитектором Марком Альбертовичем Райнбергом. Но славу гостинице «Северная корона» принес не ее шикарный проект, а плохая репутация. Сначала проектировщика обвинили в плагиате, но скандал удалось замять, а строительство продолжить. А потом, во время длительного строительства, было много неудач и несчастных случаев. Не раз менялись подрядчики, и народ стал поговаривать, что на стройку навели порчу. В 1995 году, когда отель был почти готов, в здании отеля банк Санкт-Петербург отмечал свой пятилетний юбилей. На банкете присутствовал тогдашний мэр Анатолий Собчак с супругой и митрополит Санкт-Петербургский Иоанн. На презентации митрополиту стало плохо, он потерял сознание и скоропостижно скончался. Это событие закрепило за долгостроем славу проклятого места. В 2009 году здание решено было снести, но сносить его начали только в декабре 2018 года. Сегодня на дворе уже июнь 2020 года, а снос здания до сих пор не закончен. Доходный дом номер 39 отреставрирован, но, судя по старым фотографиям, крышу сделали попроще. У дома был не один хозяин, но в настоящее время дом переведен в нежилой фонд для использования под офисы. На участке дома номер 43 стоит школа КТРК России, которая располагается в здании постройки 1935 года. Строили его по проекту архитекторов Александра Юнгера и Александра Сибирякова. Позже здание было ими надстроено и реконструировано. И, наконец, изюминка набережной реки Карповки – свято-иоанновский ставропегиальный женский монастырь, построенный в византийском стиле в начале XX века по проекту архитектора Николая Николаевича Никонова. Монастырь основан праведным Иоанном Кронштадтским и назван в честь его небесного покровителя Иоанна Рыльского. В 1899 году Иоанн Кронштадтский основал в своем родном селе Сура Иоанна богословскую женскую общину, а вскоре решил устроить общинное подворье в Санкт-Петербурге. Строительство началось в 1900 году и уже через два года был выстроен собор 12 апостолов с двумя пределами. А строительство всего монастырского комплекса продолжалось еще 8 лет. За это время построили кельи для монахинь, жилые дома для паломников, лечебницу и мастерские иконописи. В подвале собора обустроена усыпальница, выложенная белым итальянским рамором. Иоанн Кронштадтский скончался в 1908 году и был похоронен в усыпальнице монастыря. Вскоре после его похорон возле усыпальницы стали происходить чудесные исцеления. В 1919 году обитель закрыли и обратили в трудовую коммуну, которая была ликвидирована в 1923 году, а здание передали мелиоративному техникуму. В 1989 году монастырь Возвращенной епархии был восстановлен и открыт как подворье Пюхтинского монастыря. Женская обитель – это великолепный образец православной архитектуры и намоленное место. Напротив входа в монастырь установили поклонный крест. Пять куполов собора и звонница были покрыты разноцветной черепицей, но до наших дней она не сохранилась. В настоящее время купола выкрашены в коричневый цвет и увенчаны высокими позолоченными крестами. Фасады монастырского комплекса декорированы керамикой, напоминающей византийскую кладку из камня. В начале 2000-х годов на фасаде появилась икона святого Иоанна Кронштадтского и был воссоздан храм-часовня Покрова Божьей Матери в ограде обители. Недавно была воссоздана и ограда монастыря, спроектирована Николаем Никоновым, а ворота теперь украшают росписи. В обители хранятся христианские святыни, мощи Иоанна Кронштадтского, части ризы, покрова и пояса Пресвятой Богородицы, распятие с частицей Животворящего Креста Господня, частица Туринской Плащаницы, чудодейственные иконы, частицы мощей преподобного Иоанна Рыльского и другие святыни. В настоящее время монастырю возвращены все исторические здания. В обители идут богослужения, открытая воскресная школа для детей и взрослых, монастырские мастерские и гостиница для паломников. За монастырем был расположен особняк Раменского. В настоящее время здание утрачено, а на его месте расположились корпуса аккумуляторного института «Источник». Вот и подошла к концу наша прогулка по набережной реки Карповки. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова